Сынок В художку ходил Был у нас там парень Саша Трегубов Рисовал очень точно У меня был друг И мы вместе с ним садились за него Мольберта свои ставили не к натюрморту, а за него То есть вот стоит натюрморт, мы сидим за Сашей Трегубовым И срисовываем, что нарисовал Саша Трегубов Закончил школу художественную В училище поступал с мыслью, что Так, надо поступить в училище, несколько лет проучиться Потом стать архитектором Строить дома и зарабатывать много денег Когда я поступил, тут же отшибло Все в желание, просто я рисовал У меня сначала не получалось И мне мой учитель, Сергей Георгиевич Диденко Там нарисуешь ногу плохо, он говорит Ну разве это нога? Это носок набитый кашей Он еще приходил и говорит А хочешь ли ты быть художником? Я смотрю, не хочешь, ты не стараешься И я начал заваливать его рисунками Я подумал, ну если ты такой Я тебе столько рисунков нарисую Что ты не будешь про меня так говорить, что я не буду никогда художником Так получилось, что все пять лет У меня проходило какое-то все время противостояние с учительским корпусом Потому что у меня любимые художники Это Леонардо да Винчи, Андрей Рублев и Малевич А этому у нас не учили Композиция выстраивалась по советским наработкам А мне нравилась композиция, когда в ней есть симметрия Когда я решил, что я буду художником Когда я в армии начал рисовать своих товарищей Я привез книгу Николая Ли Рисунок И начал ее разбирать Что там у нас есть Так, вот череп И я начал перерисовывать из книги черепа Как они строятся из кубиков У меня был свой кабинет, в котором я мог звать людей Они мне позировали, я мог рисовать Была первая выставка Я звал туда Диму Шиляева Только еще собирался открываться галерею прогресса И он сегодня не шел и не шел Говорил, да-да, обязательно-обязательно зайду И все никак, все никак И я так думаю, ну как жалко Ничего не получается Человек, занимаясь этим, никак не может до меня дойти Потом они открыли галерею прогресса Я на нее пришел Там были и Дима Шабалин, и Максим Сандерович Там много очень работ И я так думаю, вот жалко, что Дима не зашел Может быть, а вдруг ему что-нибудь бы понравилось Я бы, может, тоже участвовал Решил устроить вторую выставку в детской художественной школе И в конце, в последний день выставки Когда она уже была закрыта Дима пришел Ему там все так понравилось Он просто сходил и говорит Слушай, завтра придет куратор нашей галереи Они должны с тобой поговорить И в итоге была моя выставка в галерее устроена Первый раз я продал свою работу Это первая моя картина, которая мне до сих пор нравится Это самая легкая лодка Первую мою картину купил Дима Шиляев Вопрос, что из веры родился из трех работ Это смирение, любовь и фанатизм У меня написано две работы из этой серии Это Иисус Христос, смирение Он у меня изображен в момент перед казнью И Савонарола Савонарола это монах 15 века Был очень ярым религиозным фанатиком Принес и хорошее, потому что пошел против Папы Римского Писал ему в Визьме, что ты не достоин быть Папой За что его в итоге сожгли на костре Через 300 лет он был признан святым С одной стороны он получил великолепное воспитание А с другой он публично Взывал к людям сжигать все, что относится к искусству Представляешь, художник Баттичелли Вместе с ним сжигал свои картины Для меня он в вопросах, что есть вера Означает, что вера без сердечного понимания Ведет к фанатизму Фанатизм ведет к подавлению воли других людей Так получилось, что сделал Савонаролу Я понял, что эти три картины Идеально ложатся в одну концепцию Три работы должны располагаться Друг напротив друга в кругу Когда человек заходит, он видит смирение, любовь и фанатизм И что это все суть Один порочный треугольник Когда я живу на даче, я только пишу пейзажи И у меня такая концепция в пейзаже, что там совершенно нет ни человека Ни человеческого жилья Когда солнце на реке освещает реку Ты смотришь на освещение на это И у тебя обжигается сетчатка глаз И ты начинаешь воспринимать цвета по-другому Там начинается просто свистопляска плесовая И у меня вот есть такая работа, где я как раз написал Ни берега реки, ничего, только вода И на ней плещется отражение солнца, которое я вижу измененным зрением Для меня цвет очень важен в работе Потому что живопись это и есть цвет У меня родители оба поэты Мама очень любит царскую Россию И поэтому у нас дом был оформлен Все примерно как в 19 веке Ажурные вот эти шкафы доставались 19 века Дом был очень уютно оформлен Я воспитывался и стал таким, как и есть Потому что я жил всю жизнь в Кирове В деревянном доме с огромным участком В центре города Который сейчас вот снесли год назад 20 лет жизни я прожил в нем Для ребенка очень важно, чтобы когда он растет Его окружал такой интересный многообразный мир И поэтому мы своей дочке Мы ставим хорошую музыку, оперы Потому что когда я рос Мама и папа Они привили мне любовь к красоте мира Мама и папа Мама и папа Я так так и busy Так и busy Так и бесси И сейчас я хочу сделать это Субтитры создавал DimaTorzok